Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и программа «Круглый стол». Сегодня мы собрались, чтобы обсудить бюджет Республики, итоги выполнения предыдущего главного финансового документа и перспективы на 2021 год. Я с удовольствием представляю участников нашего сегодняшнего разговора. Первый заместитель, председатель Кабинета Министров Чувашской Республики, министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков, руководитель Управления Федеральной Налоговой Службы по Чувашской Республике Марина Петрова и заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики, председатель Комитета по бюджету, финансовым и налогам Юрий Кислов. Ну что ж, прежде чем мы начнем наш сегодняшний разговор, мне бы хотелось, чтобы вы постарались вспомнить добрым словом 2020 год с финансовой точки зрения. Что хорошего произошло в каких-то, может быть, финансовых отношениях, межбюджетных отношениях в прошлом году? Или он действительно был настолько тяжелым и настолько серьезным, что вот прошло, слава Богу? Ко мне? Добрый день. Ну, сегодня, конечно, вспоминать уже, когда год завершился, наверное, проще, потому что это уже как некая история, и как любой, можно сказать, нестандартный год, он поднес определенные уроки, и нам с точки зрения профессиональной было в таких условиях, наверное, с сегодняшней точки зрения интересно работать. Но если вспомнить март-апрель месяц, когда только начиналась пандемия, и стало понятно, что год будет сложный и непростой, и необычный, по сути, мы в такой ситуации никогда не были, и вот эта степень неопределенности, потому что мы понимали, что нам нужно, с одной стороны, обеспечить поступление доходов, и было непонятно, какой будет провал, то есть насколько кризисные явления в экономике, то, что у нас на тот момент, по сути, была угроза остановки и предприятий, и малого бизнеса, то есть что будет с доходной базой, это был очень серьезный вопрос. А с другой стороны, нам нужно было, конечно, четко обеспечивать выполнение всех обязательств бюджетных по заработной плате, по социальным платежам, по всем обязательствам, ну и, конечно, было понятно, что нужно будет саккумулировать средства на нужды здравоохранения, потому что сразу было понятно, была поставлена задача по оборудованию коечного фонда, по, значит, необходимости приобретения и оборудования для этого, средств защиты, лекарственных препаратов и так далее. Но сегодня уже, так сказать, подводя итоги, можно сказать, что республика этот, так сказать, путь прошла достойно. Вот, двигаясь по году, вот второй квартал, мы столкнулись, чтобы понимали ситуацию, самый большой провал по доходам был в втором квартале, практически 14 процентов. Если это переводить в годовое исчисление, это 5,5 миллиардов рублей. Вот. Но, начиная с 1 июля, мы уже, благодаря, вот был утвержден в апреле месяце главой Чувашской республики Олегу Алексеевичу Николаеву план обеспечения устойчивого развития экономики и преодоления кризисных явлений, были саккумулированы, выработаны мероприятия, саккумулированы средства, все организационные, административные меры и так далее. И, наверное, сегодня, кроме, так сказать, вот медиков, которые, конечно, проявили героически себя в этот период, хочется сказать большие слова благодарности, во-первых, руководителям всех предприятий наших крупных, потому что в этих условиях, так сказать, сложных условиях практически наши предприятия не остановились, были предприняты все меры необходимые для, так сказать, защиты и так далее, но предприятия работали, обеспечивали исполнение контрактов, соответственно, мы вот по итогам года уже увидели пополнение доходной базы. Ну и с 1 июля мы уже начали, так сказать, выправляться по доходам, и год завершили с плюсом, вот, по собственным доходам на полпроцента. Может быть, это и немного, но если мы оценим себя с точки зрения, вот, ну, мы сейчас пока по Российской Федерации в целом картину не видим, но по ПФО мы видим, что снижение порядка 7-8% по собственным доходам, вот, по оперативным данным. Есть регионы, прежде всего нефтяные регионы, где большой провал прошел, там практически 13-14% падения по собственным доходам, это вот Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, то, что мы вот по Приворскому округу. Это один из немногих случаев, когда, в общем, и неплохо, что у нас нет нефти. В этом плане, да. То есть наша отраслевая специфика, получилось, что она как бы сыграла даже. А что касается расходной части, просто не буду долго говорить, но все наши мероприятия по пандемии, это в итоге вылилось в 11,3 миллиарда рублей в целом. То есть это вот такую дань мы заплатили, да? Да, это почти, ну, если говорить, там это 4 источника, можно сказать, ну, 3. Бюджет, в составе которого федеральный и наш, вот, и территориальный фонд медицинского страхования, 3 миллиарда, и потом уже вот в конце года выплаты медикам пошли через федеральный фонд социального страхования, тоже больше 400 миллионов. Ну, что, если говорить вот про консолидированный бюджет республики, это почти 8 миллиардов, ну, вот для нас, чисто вот для республиканского бюджета, это 2,2 миллиарда, по сути, тех расходов, которые никто не планировал, и нам нужно было их саккумулировать, по сути, снять с других направлений. И, если говорить вот по управлению бюджетным процессом, весь год мы прожили в режиме ручного управления, потому что все время возникали какие-то острейшие задачи, мы не ждали, когда нам предоставят средства, ну, как пример, скажем, 1 сентября, подготовка школ к учебному году. Там цена опроса практически почти 200 миллионов, приобретали рециркуляторы для, значит, тоже средств защиты и так далее. Мы оперативно выделили средства из республиканского бюджета, обеспечили все школы, чтобы начать учебный год. И таких примеров очень много. Хотя, должен сказать, что вот федерация нам очень сильно поддержала, очень сильно помогла. Почти 6 миллиардов рублей – это все, что касается медицины. Ну, и вот с точки зрения финансовой помощи мы получили 1,6 миллиарда на компенсацию выпадающих собственных доходов и по бюджетным кредитам. Нам разрешили не гасить бюджетный кредит. Мы в этом году должны были 672 миллиона погасить. И в конце года мы практически еще 1,3 миллиарда рублей получили бюджетного кредита. Это очень хорошая помощь получилась нашей республике из федерального бюджета. Ну, вот если очень кратко. Анатолий Геннадьевич, помощь потребовалась, безусловно, всем регионам. Вот в целом сейчас уже, по прошествии определенного времени, вы можете сказать, финансовая система страны восприняла пандемию как удар или как вызов? Как вызов? Очевидно, как вызов, поскольку она успешно справилась и с финансированием регионов практически все социальные назначения, да и не только назначение социальное, но и, скажем, все, что связано с государственным финансированием, было профинансировано в полном объеме. Хотя этот вызов, опять же, обнажил очень много проблем, связанных с отсутствием проектно-сметной документации, с тем, что она оказывалась достаточно некачественной, даже если была готова. И вот в этом вопросе сейчас будет наводиться серьезный порядок. И мы призываем как раз и республиканские власти обратить внимание на то, чтобы, во-первых, была серьезная работа. Я знаю, что глава ЧУВАШИ дал соответствующее поручение по подготовке проектно-сметной документации. Но и важно, чтобы она была качественной, конечно. Потому что, к сожалению, знакомство с некоторыми объектами показывает, что их надо перестраивать. В предыдущие годы их профинансировал федеральный бюджет. Оказывается, что их нельзя эксплуатировать в том виде, как они были реализованы. Но в целом, говорить, если о финансовой системе страны, она выдержала нагрузку. Это при том, что мы на федеральном уровне, а республиканские власти здесь принимали решения о представлении разных реструктуризаций, льгот, которые, естественно, приводили к выпадающим доходам. Ну и по республике, в принципе, по всем вот этим решениям мы должны были потерять 1,2 миллиарда рублей. То есть, фактически, мы должны были меньше получить. Как сказал Михаил Геннадьевич, все-таки бюджет и министерства, и правительства Чувашии справились, получили плюс 0,5%, при том, что по федеральному приводчику округу падение почти 8%. Неплохо сработало Чувашия, я бы сказал, даже искусно, в этот непростой период. Но, тем не менее, все-таки можно проанализировать эту ситуацию. Марина Валерьевна, по каким видам налогов произошло наибольшее, может быть, проседание? Чем это было вызвано? Да, хочу сказать, что предыдущий год он тоже был непростой и для нас, для налоговой службы в том числе. В связи с тем, что у нас из-за пандемии были ограничения в администрировании наших налогов и сборов. Несмотря на это, если мы будем сегодня говорить о консолидированном бюджете нашей республики, мы дали поступление порядка 35 миллиардов рублей. Рост поступления налогов у нас составил порядка 4%. Более чем на 1 миллиард рублей мы дали с приростом поступления наших налогов. Конечно же, положительную динамику нам обеспечили такие налоги. Это как единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Рост данного налога составил 8% в нашей республике. Если говорить в суммовом варианте, это более 200 миллионов рублей мы дали сверху в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Прирост нам дали такие налоги также, как имущественные налоги в целом. Если смотреть здесь на 35 миллионов, мы дали больше имущественных налогов. Налог на доходы физических лиц вырос у нас на 6% от аналогичного периода прошлого 2019 года. Здесь, конечно, безусловно, свою роль сыграло то, что государством были оказаны определенные меры поддержки бизнесу в виде субсидий на выплату заработной платы, что тоже, конечно, повлияло в том числе на распоступление налога на доходы физических лиц. Поэтому акцизы у нас неплохо поступили в 2020 году. На 11% рост произошел акцизов. Поэтому вкупе прирост этих налогов он дал нам такой положительный результат. Юрий Михайлович, это как глава финансового комитета Государственного Совета Чувашской Республики, можете вспомнить, что было в самом сложном работе? И о чем вы сейчас можете вспомнить с удовлетворением? Начнем с удовлетворения. Значит, я лично удовлетворен, что наш комитет в связке с Министерством финансов выполнил все, что мы задумали еще в январе прошлого года. Январь месяц, когда начинался, мы не думали, что придет пандемия, что придет вот такие катаклизмы. И запланировали, мы запланировали это. И надо сказать, что нашими силами еще это было выполнено. Первое, что столкнулись на моей памяти, это публичные слушания по исполнению бюджета республиканского за 2019 год. Публичка должна быть публичная, очная. Мы очно собрать людей не можем. Нужно заочное. То же положение применили. В конце июня месяца вместе с Минфином провели, потренировались. И уже публичка на бюджет 2021 года у нас пошла более-менее уже нормально. Ну, а так, все, что задумано, было сделано. И я думаю, что Министерство финансов должно сказать, что Государственный совет, понимая важность всех мероприятий, поддержал правительство, потому что власть – это и законодательное правительство, и исполнительное. В данном случае мы, как во время войны, вместе сработали. Мне кажется, неплохо. Ну, если позволите, я хотел тоже дополнить. Действительно, вот слова благодарности, потому что в этот непростой период, вот как исполнительные органы власти, особенно вот в самый начальный период пандемии, когда было очень много вопросов, и именно с тем, что нормативная база формировалась. И когда они все сразу обрушились. Да, и вот в тот момент, это как раз апрель, май месяц, получается здесь и налоговая служба, федеральная налоговая служба, казначейство, центральный банк, наши банки. С точки зрения поддержки, здесь вот все были нацелены на одну задачу – сработать, так сказать, максимально разъяснить, чтобы наладить процесс. Мы буквально там несколько раз в неделю ВКС проводили, и здесь нужно сказать очень, так сказать, и всем службам благодарность за это взаимодействие. Что касается Государственного совета, действительно, вот я хотел Юрия Михайловича поддержать, потому что вот что касается бюджетного процесса, вот как мы договорились по датам, мы как вот курьерский пояс шли прям четко, и у нас не было ни одного сбоя, было полное понимание, взаимодействие, так сказать, где нужно было какое-то… и над законами мы работали, и особо хотел отметить, мы дважды меняли в этом году очень серьезно налоговое законодательство. Вот буквально в марте месяце у нас наш 38-й закон регулирования налогов в отношении, вот как раз когда нужно было очень оперативно принять решение по поддержке малого бизнеса, и здесь вот с одной стороны участвовали, так сказать, представители власти, то есть Министерство финансов, налоговая служба здесь нам очень помогала, вот, законодательный орган, но здесь еще у нас как бы совершенно, наверное, можно сказать, в новом формате прошло обсуждение с предпринимательским сообществом. Мы и на площадке Министерства финансов, на площадке Государственного совета, торгово-промышленной палаты не раз собирались для того, чтобы обсудить вот эти меры, и были приняты решения о снижении ставки по упрощенной системе, по налогообложению имущества, и вот второй тур мы провели, вот о чем Анатолий Геннадьевич сказал, когда это оценивалось, где-то в 1,2 миллиарда выпадающих доходов. Вот. И вот второй тур мы уже прошли в октябре-ноябре тоже, здесь мы сделали как бы мостик, продлили льготы в рамках пандемии для малого бизнеса, но одновременно мы смотрели, чтобы анализировали как бы систему, ну так сказать, условия налогообложения Приворского округа, и задача стояла, чтобы мы в Чувашской республике для нашего предпринимательского сообщества сделали, ну, наилучшие условия, по крайней мере из всех, вот, чтобы создать максимально вот такой благоприятный климат. И с точки зрения налоговых льгот, которые нацеливают на рост инвестиций. Здесь тоже было принято ряд решений. Вот. Ну, в качестве вот примера по малому бизнесу я хочу привести то, что были приняты налоговые льготы также по упрощенной системе по отраслевому признаку. То есть вот обрабатывающее производство, не окры, и социальное предпринимательство были выделены в льготную такую категорию для того, чтобы стимулировать развитие этих отраслей, которые считаются приоритетными. У нас было принято решение. Ну, и такой очень серьезный переход с 2020 на 2021 год, в связи с тем, что с 1 января 2021 года прекратила действовать система налогообложения, так называемый единый налог на вмененный доход. Вот. Здесь очень такой был опасный переход с точки зрения, во-первых, предпринимательского сообщества, потому что нужно было дать возможность предпринимателям определиться. Резкий такой вот переход, тем более это все на фоне кризиса, нужно было решить, какую систему налогообложения выбирает предприниматель. Либо упрощенную там, либо патентная система, либо, кстати, должен сказать, у нас тоже вот спасибо государственному совету, очень оперативно был принят закон о внедрении у нас налога на профессиональный доход. На профессиональный доход. С 1 июля мы запустили этот режим. Это тоже третья возможность бизнесу выбрать вот такую систему налогообложения. Поэтому максимально проинформировать, чтобы, так сказать, бизнес не понес какие-то дополнительные. Здесь огромная работа была, федеральная налоговая служба проведена. А с другой стороны, у нас риск был с точки зрения бюджетов. Потому что единый налог на вмененный доход 100% поступает в местные бюджеты. И в связи с отменой мы должны были такие принять решения, чтобы у нас местные бюджеты не остались без доходной базы. А что касается налога на профессиональный доход, удивительно у нас... Мы, например, не ожидали, что он у нас будет пользоваться такой популярностью. Вот буквально сегодня налоговая служба нам дала данные. У нас почти уже 10 тысяч зарегистрировалась налогоплательщиков. И там порядка, по-моему, 460 миллионов за декларированный доход. Да, что это такое? Доход, да, налог 3,3 миллиона. Ну, налог там... Да, доходы, да, уже. Ну, я хотел сказать о резервах. Все-таки резервы есть. И, во-первых, мы не смогли добиться федерального финансирования некоторых объектов, по которым вовремя не было подготовлено проектно-смертная документация. Нам не удалось договориться, чтобы эти деньги перебросили на другие объекты. Это, к сожалению, я констатирую. Как раз вопрос к работе кураторов, госзаказчиков. И вот то, о чем я сказал, здесь надо закручивать гайки. Министров в том числе оценивать... Это задача на 2021 год. Да, я вот прямо с лесниками в последнее время встречаюсь и смотрю субвенции. Вот как раз лесное хозяйство. Марийская республика увеличила довольно серьезно. Мордовия увеличила довольно серьезно. Еще серьезнее. Татарстан увеличил. Удмуртия увеличила. Чувашия уменьшила по сравнению с 2019 годом. Причем серьезно уменьшила. Это как раз тоже КПА. Надо ставить задачу. Я, Михаил Геннадьевич, к вам обращаюсь. Надо оценивать работу министров по тому, как они прибавляют дополнительные деньги из федерального бюджета для нашей республики. Ну, а в целом, вот говоря об итогах исполнения бюджета 2020 года, который в результате оказался выполнен с профицитом, вот как вы оцениваете эффективность работы правительства республики? Я уже ее оценил. Я сказал, что это было искусное управление финансами. И у нас довольно серьезно не только социальные проекты все были профинансированы, они в полном объеме, то, что сказал Юрий Михайлович, профинансированы. Мы нарастили, в том числе, нарастили государственные инвестиции за счет республиканского бюджета в разные направления. По дорожному фонду очень серьезная, кстати, была прибавка. Это тоже говорит о том, что в тяжелейший период, когда были реально выпадающие доходы, особенно во втором квартале, республика здорово сработала, смогла обеспечить нормальное функционирование социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, вообще всей системы жизнеобеспечения, плюс нарастила инвестиции в те проекты, которые в будущем нам будут приносить дополнительные доходы. Ну, если позволите, тут тоже несколько слов. Я вот хотел как бы разделить на федеральные средства и на наши республиканские. На самом деле, поскольку мы уже отметили, что ситуация была непростая, потому что когда мы не понимали, что нам делать, какая у нас будет ситуация по доходам, мы, естественно, на определенном этапе, у нас было и указание Министерства финансов в России, мы заблокировали, по сути, лимиты по многим инвестиционным направлениям. У нас, конечно, мы не трогали социальные, мы не трогали национальные проекты, мы не трогали там, где у нас есть федеральные деньги в части софинансирования, но остальное мы заблокировали. И когда, по мере того, как мы понимали, что у нас поступают доходы, то есть мы где-то с июля-августа только начали. То есть у нас, на самом деле, главным распределителем, если сказать объективно, было достаточно сложно, потому что если они только в июле-августе получили доступ к деньгам, плюс закупочные процедуры, но здесь я хочу сказать, что мы все-таки подходим принципиально и взыскательно сами к себе. Поэтому, да, были объективные причины, нужно было приложить все усилия, чтобы эти мероприятия сделать и освоить. Поэтому я абсолютно соглашаюсь здесь с Анатолием Геннадьевичем. У нас очень была большая угроза по федеральным деньгам, что все, что не будет освоено в этом году, уйдет в резервный фонд. Ну, к счастью, все-таки здесь был же также сейчас распространен механизм предыдущего года, то есть все средства, которые законтрактованы, они все, мы вправе заявиться и их вернуть. Поэтому у нас, на самом деле, остались буквально точечные позиции, три-четыре позиции, которые не освоены. Ну, вот, если говорить конкретно, из миллиард восемьсот федеральных денег у нас миллиард семьдесят миллионов – это троллейбусы. Вот, это один контракт, который тоже, мы доступ к деньгам там получили в сентябре месяце, контракт заключили, но вот по объективным причинам завод не смог сделать там шестьдесят восемь троллейбусов поставить. Но контракт переходящий, то есть уже сегодня он продлен до первого апреля, соответственно, и еще таких буквально две позиции, то есть у нас контракт по БОСУ и детские сады. Вот шестьдесят восемьдесят миллионов у нас единственная потеря, это деньги девятнадцатого года, это садик в Новоюжном районе. Да, это тоже обидно, это неправильно, это, видимо, мы где-то не сработали, абсолютно верно. А что касается вот этих объемов, я тоже соглашаюсь с Анатолием Геннадьевичем, потому что это, конечно, зависит от активности нас, правительства, министерств. Мы должны выходить с мира, вот что касается лесного хозяйства, там лесопожарная техника и так далее, там лесная техника, оборудование, это всегда было так. Насколько активно регион работает с министерством, естественно, это отражается в тех деньгах, которые выделяются. Поэтому, конечно, при всей объективности есть предметы для критики и для выводов, и для, так сказать, наращивания усилий. Мне бы хотелось уже вернуться к бюджету 2021 года. То есть понятно, что работа над ним тоже проходила в очень нелегкой ситуации, да? Ну, хотя бы взять, что Госсовет вынужден был обсуждать его дистанционно. Михаил Геннадьевич, вот на что, в чем, может быть, принципиальное отличие в бюджеты 2021 года от предыдущих документов? Ну, я, наверное, бы остановился, вот четыре момента бы выделил. Во-первых, конечно, ну, мы бюджетный процесс начинаем в июле месяце предыдущего года. Конечно, большая степень неопределенности по доходной базе. То есть это вот как раз тут самый сложный период был. то есть вот этот икс, который нам нужно очень четко, ведь дальше, первый шаг при формировании бюджета определить доходную базу. Вот. А здесь большая степень неопределенности. Поэтому вот мы уже до октября смотрели прогноз социально-экономического и так далее. То есть мы понимали, что пандемия, она, ну, перейдет с 2020 на 2021 год. Соответственно, определенный риск мы закладываем вот в доходную базу. Второе тоже связано с пандемией, потому что мы понимаем, что если нам нужно будет аналогично, вот я уже назвал цифру, 2,2 миллиарда нам пришлось саккумулировать в 2020 году, мы понимаем, что нужно определенные резервы создать, в том числе, прежде всего, под систему здравоохранения для решения этих вопросов. Прямо буквально с первого дня, как оно сейчас и происходит. Ну, и приоритет, безусловно, у нас национальные цели, поставленные президентом России и национальными проектами, это, безусловно, у нас 100% сегодня обеспечены все мероприятия национальных целей и национальных проектов. Ну, и особенность нашей республики, то, что вот в течение 2020 года была проведена большая работа, вот прежде всего, Высшим экономическим советом, который возглавляет Антон Геннадьевич, по разработке комплексной программы развития Чувашской республики, и вот уже был принят закон, Государственным советом был принят закон об утверждении стратегии, соответственно, мы в бюджете должны были отразить все эти мероприятия. И, конечно, здесь, то есть, мы решаем как бы три задачи, мы, ну, даже четыре. С одной стороны, мы, безусловно, обеспечим там зарплату, содержание бюджетной государственной сети, там, социальные выплаты, Во-вторых, мы создаем резервы для борьбы, так сказать, с пандемией, мы должны подготовить ресурсы для восстановления экономики, то есть, различные стимулирующие, вот у нас были заложены практически, ну, впервые, вот там 25 миллионов там по линии Минэка на стимулирование, там, 25 по линии Минпрома, 120 миллионов по агропромышленному комплексу на промышленной переработке, то есть, мы точечные меры заложили для того, чтобы, как только первые, так сказать, мы увидим ростки, ну, они уже, мы сегодня их видим, что экономика пошла к восстановлению, мы должны четко, задача государства создать условия и точечно простимулировать, так сказать, бизнес и развитие экономики, чтобы, ну, и четвертый, на чем сказал Анатолий Геннадьевич, это инвестиционная составляющая, которая, безусловно, важна, кроме создания условий, здесь и прямые инвестиции, нужно сказать, что все равно 20-й год отразился, у нас где-то порядка, доля порядка, по-моему, 6% в расходах, это мало, это мало для и нашей республики и вообще, поэтому мы уже при формировании бюджета заложили существенный рост инвестиций, вот если это сравнить с фактом 20-го года, более 70%, рост, это где-то получается 11,5% в структуре расходов, но я тоже считаю это недостаточно, то есть в определенные годы Анатолий Геннадьевич помнит, у нас доходило до 25%, расходная часть бюджета формировалась инвестицией, но это, так сказать, но 15% это такой определенный минимум, который, конечно, нужно создать, поэтому вот мы постарались по максимуму, не то, что по максимуму, а те объекты, которые уже сегодня попали в стратегию и которые обсуждались в рамках комплексной программы, но при этом, о чем тоже Анатолий Геннадьевич сказал, все-таки, безусловно, должна быть проектно-смертная документация, качественная, потому что предусматривать деньги без документов, ну и в этом году мы такой же жесткой позиции, честно говоря, придерживались, вот, ну и особо хочу отметить, что вот по поручению Олега Алексеевича Николаева, главы республики, мы уже в 20-м году разработали, так сказать, ну и новый подход, и новое, так сказать, новое, как бы, вот направление в части инвестиций, мы стали усиленно финансировать именно проектирование, то есть это такая программа опережающего проектирования, и вот в бюджете уже 21-го года у нас практически 600 миллионов, это в разы больше, чем вообще предыдущие годы, заложено именно на проектирование, и плюс наша проблема всегда была республике, что у нас у муниципалитетов отсутствовали средства на проектирование, у нас была такая позиция, пусть вот проектирует муниципалитет, потом заявляется, ему выделяют, а у них нет денег, и они сидят без проектов, и мы вот систему субсидирования, софинансирования из республики, то, что мы софинансировали объекты строительства и реконструкции, мы ее же сегодня распространили на ПСД, то есть если сегодня муниципалитет, у него доля софинансирования, особенно у небольших муниципалитетов, 6-7-8%, то есть его доля при заказе проектно-сметной документации, это очень серьезный, я считаю, задел, а все объекты национальных проектов и крупные объекты строительства, мы все централизовали сегодня под Минстроем на службе единого заказчика, как раз с точки зрения качества документов, контроля за ходом строительства и так далее, и так далее, то есть на самом деле при формировании бюджета мы уже такие вот очень серьезные, кроме, так сказать, денежных составляющих, мы заложили многие такие организационные вещи в части централизации, прежде всего, значит, вот я уже сказал, функции заказчика, мы заложили централизацию системы МФЦ с точки зрения оказания государственных услуг, то есть это уже сегодня, если раньше это было разрознено, неизвестно, кто как там финансирует, какие стандарты и так далее, сегодня уже деньги заложены централизованно, это уже централизованно, то есть много таких подходов, которые уже были заложены в бюджет 21-го года, и мы на самом деле вот с одной стороны, то, что вы сказали, мы исполнили с профицитом и снизили госдолг и так далее, ну, это хорошо, но это дважды хорошо, потому что это хорошая база, с которой мы зашли в 21-й год, и плюс вот те вот подходы, которые мы уже заложили эти, это тоже очень важно, вот сегодня мы уже практически сформировав их во второй половине 20-го года, мы уже реально их реализуем и увидим реальный эффект от этих мероприятий. Анатолий Геннадьевич, вот Михаил Геннадьевич упомянул о минимальном уровне в 15% и желаемом в 25% инвестиционной активности, как вы считаете, по вашим прогнозам, когда можно будет вернуться на него, выйти на этот уровень? Ну, на самом деле все зависит от позиции правительства. Я думаю, что правительство не против. Уже оно заняло такую правильную линию, поскольку в предыдущие периоды, к сожалению, инвестиционная составляющая у нас страдала. И не зря там за 10-летний период объем инвестиций практически сократился в два раза в республике. К сожалению. Потому что инвестиции это будущие доходы, которые тот же бюджет получит и сможет профинансировать и социальные вопросы, и повышение заработной платы, ну и многие-многие проекты будут тоже, опять же, профинансированы. И слава Богу, что нынешнее правительство это понимает, активно в этом участвует. Конечно, для этого нужны проекты. Вот, Николай Геннадьевич сказал, комплексная программа, ее в прошлом году утвердили, она предусматривает 260 с лишним миллиардов рублей как раз инвестиций. На текущий год предусмотрено финансирование по республиканской части где-то 50 миллиардов рублей, то есть мало еще, достаточно часть, потому что нет проектов. Вот, когда появятся проекты, естественно, процесс пойдет быстрее. Ну, например, полукольцо Чебоксарское, о котором уже давно говорим, дорога, которая соединит северо-западный район с Новоюжным, говорим много, проекта нет. Вот, слава богу, сейчас прошел процесс, в этом году, если я, ну, процесс на 99 уверен, что нам удастся проект подготовить, дальше его надо пробивать, по финансированию, это 20 миллиардов рублей. Естественно, это как раз большой будет такой шаг к тому, чтобы выполнить намеченные комплексные программы. И таких проектов достаточно. Обхимпром заявил о том, что он будет реализовывать проект по биопластику. Он вообще 60 миллиардов рублей. Тоже большая такая программа. По итальянцам, связанным с производством малых и средних тракторов на нашем промтракторе, сейчас процесс пошел, не было контактов в период пандемии, поэтому задержалась. Реализация проекта, я буквально несколько дней назад встречался с руководством промтрактора, они сказали, что все, итальянцы сюда приезжают, для них визы пробили, тут специальные должны быть разрешения, через Минпром, чтобы МИД дал разрешение заехать иностранцам. Вот это все пробили, приедут, будут подписывать соглашение, спик, у нас льготы приняты соответствующие, ну и надеюсь, что в этом году процесс пойдет ускоренно. При этом я на вагоноремонтном заводе был и на промтракторе, начало года 20-го пустующие цеха, нету работы, провал, сейчас все заполнено, трактора производят активно и нарастающим темпом, вагоны производятся тоже активно, причем на текущий год, как сказали мне руководители, они полностью законтрактованы вот по производству этих изделий, соответственно, это дополнительные будут доходы и в Чувашске-Петербурге. Если можно, по инвестициям тоже хотел два слова дополнить, конечно, 25% это недостижимо сегодня, надо честно сказать, но сегодня у нас есть очень хороший инструмент, это государственное частное партнерство, то есть то, что сегодня установка у нас есть и федерального центра о том, что активное использование концессии, это уже очень организованный процесс, там серьезные, так сказать, поставщики, там веб задействован, вот у нас уже программа практически, можно сказать, отработана по линии объектов образования, то есть меньший объем денег бюджетных дает возможность построить большее количество объектов, то есть в этом году просто недостижимо у нас было, чтобы в год 4, вот как минимум 4, это 5 школ, таких тем более полноформатных, с большим количеством учащихся, они сегодня возможны за счет реализации механизма концессии строительства. Сейчас на подходе прорабатывается вопрос по здравоохранению, тоже строительство, вот у нас в планах строительства БСМП и с инфекционным корпусом, благодаря тоже концессии, поскольку процесс, так сказать, финансирования, он раскладывается на долгосрочный период, соответственно, меньшим количеством денег мы получаем возможность построить большее количество объектов, а это реально тоже инвестиции в экономику, кроме решения там различных социальных вопросов, поэтому мы здесь тоже этот механизм будем активно использовать. Вернемся к бюджету 2021 года, насколько все уже знают, в документе учтены льготы для предпринимателей и вот на этот период. Марина Валерьяновна, о чем конкретно идет речь, на какие преференции может рассчитывать наш малосредний бизнес? Да, у нас в прошлом году были внесены существенные изменения в 38 закон, это закон Чуварской республики, о вопросах налогово-регулирования на территории нашей республики, которые касались именно применения и представления как раз субъектом малого и среднего бизнеса определенных налоговых льгот. Льготы коснулись практически всех видов налогов, которые администрируются на территории нашей республики. Я могу вкратце сказать об основных наиболее популярных льготах, Михаил Геннадьевич уже начал про это говорить, я немножко продолжу. Конечно же, основные изменения, на наш взгляд, внесены были в налог по упрощенной системе налогообложения для различных категорий налогоплательщиков. Во-первых, у нас для налогоплательщиков, которые осуществляют свою деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, а также для налогоплательщиков, кто впервые был зарегистрирован на территории Чувашской республики в 2020 году, для них были установлены льготные ставки по данному налогу. Для тех, кто выбрал объект налогообложения доходы, ставки были установлены в размере 4% вместо 6, оговоренных в налоговом кодексе. Для тех, кто выбрал объект дохода за минусом расходов, ставка была определена в размере 10% вместо 15%, которые также оговорены в налоговом кодексе. Кроме этого, данные ставки, такие же ставки, действуют и для других категорий налогоплательщиков. Это для тех, кто осуществляет свою деятельность в приоритетных отраслях, таких как обрабатывающее производство, научно-исследовательские разработки. Эти отрасли мы будем определять по главному виду АКВЭД, который заявил сам налогоплательщик. Кроме этого, данные льготные ставки также будут применять некоммерческие социально-ориентированные организации. Также на территории нашей республики будет продолжаться льготная налоговая ставка в размере 0%, как мы говорим, налоговые каникулы для вновь зарегистрированных уже индивидуальных предпринимателей, кто осуществляет свой вид деятельности это по оказанию бытовых услуг населению, осуществляет производственную деятельность, социальную либо научную деятельность. Для них также, как и по патентной системе налогообложения, повторюсь, также и по упрощенной системе налогообложения, будет действовать ставка 0%. Эта ставка на территории нашей республики будет применяться до 1 января 2024 года, то есть она на долгосрочную перспективу. Если говорить еще об одном популярном виде налогообложения, это патентная система налогообложения, кроме нулевой ставки, у нас, начиная с этого года, увеличено количество видов деятельности по применению патентной системы налогообложения. Ранее это количество составляло 63, на сегодняшний день оно составляет уже 80. Кроме этого, я считаю, что одно из существенных изменений для наших налогообложений облегчающих время налогообложения является то, что те налогообложения, которые будут применять патентную систему налогообложения, они, начиная с этого года, смогут уменьшить стоимость патента на сумму уплаченных страховых взносов либо пособий. Для этого нашим налогоплательщикам необходимо будет представить налогоорган уведомления об уплате указанных страховых взносов либо определенных выплат. По больничным листам и так далее, оговоренных как раз в законодательстве. Также у нас льготы предоставлены по налогу на имущество нашим налогоплательщикам. Это по организациям, у которых начиная с этого года налогообложение недвижимого имущества будет определяться исходя из кадастровой стоимости, процентная ставка будет являться единицей вместо полутора, которая была оговорена ранее в законе о нашем аналоговом регулировании. Также если говорить об облегчении времени, то в этом году у наши налогоплательщики не будут представлять налоговый орган декларации по транспортному налогу и семейному налогу. Здесь налоговый орган самостоятельно в автоматизированном режиме определит объект налогообложения и направит налогоплательщику сообщение. Здесь у нас работа будет проводиться по аналогии с физическими лицами. Данные мы будем получать с регистрирующих органов, загружать в свои информресурсы и уже просчитывать ту сумму налога, которую необходимо уплатить нашим налогоплательщикам. Но обязанность по уплате данного налога и уплате авансовых платежей за налогоплательщиками остается в прежнем формате. Кроме этого, первый раз в этом году наши налогоплательщики будут представлять одну только декларацию по налогу на имущество организации налогового органа вместо, как я сказала, трех ранее уже необходимых представлять в те периоды. Я чувствую, Марина Валерьевна, нам нужно будет с вами вернуться к этой теме, и мы с удовольствием пригласим вас к нам в эфир, чтобы подробно обсудить именно эту тему. Да, потому что налогов очень много. Юрий Михайлович, пока у меня к вам вопрос, как к человеку, через чьи руки прошел, ну, наверное, не один десяток республиканских бюджетов? Вот как вы оцениваете именно этот бюджет 2021 года? Да, действительно, я депутатом являюсь уже давным-давно, но депутатом на профессиональной основе я работаю полтора или два года. Поэтому данный бюджет, который мы принимали вот в этом году, он для меня более родной, потому что депутат рядовой, который сидит и не на постоянной основе, но не так внимательно относится к этому бюджетному процессу. Это так я могу сказать. Меня порадовало одно, что Министерство финансов, вот такая форма работы, которую построил Михаил Геннадьевич, это не то, что я его хвалю, а я говорю, потому что нам легко работать с министерством. Вот когда мы знаем план работы на перспективу, на квартал вперед, и когда законопроект вносится, Михаил Геннадьевич вместе с госсоветом начинает сначала консультации. Даже проект еще не внесен, он начинает консультироваться с теми, кого коснется этот законопроект и с депутатским корпусом. Он мониторит, проверяет температуру, так сказать, среднюю и потом вносит уже в Кабмин. После этого этот законопроект проходит легче, гораздо легче через государственный совет. То, что мы раньше уже обсудили. Это уже плюс такой, замечательная, так сказать, работа. Я благодарен Михаилу Геннадьевичу и его команде, как говорится. Но с другой стороны, Олег Алексеевич говорит нам, что вы парламент, вы парламентское око, должны контролировать, как исполняется бюджет, как исполнительность работает. Мы, депутаты, в принципе, понимаем, что да, мы можем и имеем право контролировать ход, но когда мы принимаем бюджет и голосуем за те же инвестиции, мы формально начинаем вместе с Минфином и вместе с отраслевыми министерствами брать на себя ответственность за то, что через нас прошло. Потому что кроме ура и хорошо, нужно еще сказать, если я нажал кнопку за то, чтобы в данном районе построить больницу, а она была не построена, значит, я как депутат, курирующий этот район, не дошел, не проверил, не убедился, что это действительно так надо и это нужно людям. Мне кажется, вот консолидация наших усилий и, как Олег Алексеевич говорит, перли, я думаю, все у нас получится. И в завершении разговора, Михаил Геннадьевич, хотел бы у вас спросить. Год еще только начался, а вы уже заговорили об уточнении бюджета и, насколько я понимаю, об уточнении в сторону увеличения. За счет чего это возможно? Дело в том, что это на самом деле, если вы обратите внимание, это, в принципе, практика, она уже сложилась годами, потому что мы и в прошлом году в марте месяце, и практически ежегодно в марте месяце уточняем бюджет. Это, в принципе, объяснимо, потому что завершается предыдущий год. Значит, мы подводим, вот как мы сегодня с вами в разговоре подводим итоги, и, соответственно, мы посмотрели доходную базу. Значит, мы почти на миллиард у нас перевыполнение плановых назначений. Когда мы планировали бюджет 2021 года, естественно, мы шли от уточненного плана. То есть мы в 2020 году сначала план скорректировали, минус 1,4, да, минус 1,4 десятка миллиарда, и планировали от этой базы. А сегодня мы увидели плюс 925 миллионов, почти миллиард. Соответственно, мы эту базу должны, так сказать, скорректировать. Плюс у нас был прогноз социально-экономического развития, который ложится в основу бюджетного планирования. Это даже сентябрь месяц. Сегодня у нас все-таки где-то мы смотрим, какие тенденции у нас по ситуации в экономике. У нас кроме пандемии большое значение имеют нефтяные цены, те решения, которые в рамках ОПЕК-плюс состоялись в начале года, я так понимаю, Антон Геннадьевич, они должны позитивно сказаться. Мы уже видим по ценам по нефти. То есть это дает тоже повод для оптимизма. Поэтому мы берем итоги предыдущего года, как мы исполнили доходы, какие у нас остались остатки средств. Конечно, большинство из них пойдет на те же цели, поскольку они законтрактованы и так далее. Возможно, появятся какие-то новые там направления. Мы сегодня запросили у налоговой службы уточненный прогноз. Поэтому, имея уточненный прогноз по социально-экономическому развитию, по налогам, как у нас налоговая служба основной администратор основных налоговых доходов, мы готовим опять, начиная бюджетный, уточняя бюджет, готовим некую такую доходную подушку, собираем сегодня заявки главных распорядителей министерств. И будем, так сказать, выходить, готовить проект закона о бюджете, докладывать на правительстве, главе республики. Ну и вот я думаю, что это очень важное уточнение в начале года, потому что мы, на самом деле, уточняя бюджет, формируя его в марте месяце, по сути мы закладываем весь результат года. даже те вот, раз обычно вот еще по итогам полугодия уточняется, это и то уже сегодня очень сложные закупочные процедуры и так далее, они уже у нас, мы можем не успеть. И вот сегодня очень важно заложить вот этот фундамент для того, чтобы уточниться, где-то что-то скорректироваться по мероприятиям и так далее, для того, чтобы успешно, так сказать, пройти 21-й год. Поэтому работа очень важная, ответственная. Вот, кстати, Юрий Михайлович сказал, по взаимодействию с Госсоветом, у нас тоже в этом году, мне кажется, очень правильное и нужное тоже изменение в нашем взаимодействии в бюджетном процессе по инициативе главы республики Олега Алексеевича у нас никогда не было вот, ну, оно условно мы называем нулевым чтением. То есть вот когда у нас еще бюджет в форме презентации, когда он даже еще даже, так сказать, ну, не лег как законопроект, Олег Алексеевич встречается с руководством Госсовета, с руководителями фракций и обсуждаются, так сказать, основные параметры и какие-то направления. Соответственно, мы слушаем депутатов, они, поскольку, так сказать, имеют прямую связь и от населения, какие сегодня наиболее актуальные вопросы, какие что о чем, какие потребности, какие вопросы волнуют людей. И мы уже на этом этапе, так сказать, слышим, и у нас есть время для того, чтобы мы это все учли. Это очень важная стадия, которая нам тоже помогает в совместной работе. Поэтому вот как только мы сейчас, у нас уже, в принципе, сроки определены, мы вот буквально на последней встрече, недавно Олег Алексеевич тоже, такая же встреча была с руководством Госсовета, мы уже оговорили дату. То есть мы 18 марта должны выйти на сессию Госсовета. Соответственно, мы уже понимаем, что мы в последнюю неделю февраля должны выйти на правительство. Вот поэтому мы уже, так сказать, вот в середине февраля будем иметь понимание, что у нас по параметрам и так далее. Встретимся еще раз с депутатским корпусом, откорректируемся, обсудим и будем уже вот выходить на Государственный совет. Ну что ж, спасибо за внимание, всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»